добрый день уважаемые зрители здравствуйте гости канала подписываемся на канал ставим лайкосики комментарии контент у нас разносторонний ну и вот коснулась меня на пятом десятке своей жизни лет связь с такими вот нашими добротными чугунными старыми батареями друзья много роликов пересмотрел хочу сделать небольшие поправки из собственных знаний из собственных замечаний друзья если печное оборудование если трубы не были под давлением вот это первое возможно даже если и под давлением никогда ничего при разборе никогда ничего не грейте объясню почему вот допустим вот не откручивается у вас пробка не откручивается пробка всегда надо греть большую часть логически если разобраться чисто с физической точки зрения надо греть большую часть вы начинаете одну надо часть греть или ту или ту греют всегда большую часть соответственно нам надо греть батарею саму они пробку вот это делается не газовой горелкой который поросят смолят вот а это делается автогеном газовой сваркой нагревается по кругу здесь батарея во первых во вторых чисто с физической точки зрения что быстрее нагреется большая часть или меньшая часть соответственно меньшая часть нагреется быстрее она расширится и за 100 30 до конца никогда ничего не надо греть откручиваются элементарно стареньким советским добротным ключом люди которые снимали данные ролики вы хотя бы там говорите размеры какие-то что-то такое чтобы людям ну действительно это приносило пользу не только вам вот друзья я так подозреваю что этот третий ключ газовый до тройки здесь какие-то стоят возможно я ошибаюсь тут стоит двойка я не знаю это второй или третий ключ в этом я не разбираюсь скорее всего наверное это второй ключ их всего шесть вот это второй вот вторым ключом и труба у меня буквально сантиметров наверно 80 помогал я ничего нигде не руки не позбивал ничего все отлично откручивается это первое не забывайте что с одной стороны у батареи резьба правая с другой стороны левая вот в данном случае где завернуты вот эти вертыши как они называются по правилу не пиля не пиля нет неправильно объяснил в данном случае короче у меня здесь вот левая резьба левая резьба с этой стороны батареи меня вот я сейчас вывернул две вот эти штучки говорят что они там сложно вынимаются ключ там какой-то особенный там каленый не каленый мама не горюй там как вот я в деревенском доме вышел на на порог взял болгарку взял добротный советские толстостенный ключ ключ головку насколько она здесь блин ну уже я затер ее ну наверное это на 17 все таки друзья ключ головка на 17 советская добротная обычной болгаркой обычными кружками зажал в тисочки пропилил два пазика вот они ну то есть это головка она подходит по размеру в этот ниппель вот по по внутреннему диаметру и самом ниппеле есть два шлица два шлица вот они они головка четко подошла по размеру диаметра внутреннего этого ниппеля и под шлицы я пропилил два пазика все здесь друзья пожалуйста я еще не пробовал еще не нашел вот этот квадрат чем вертеть но я ключу кручу газовым ключом газовым ключом и буквально за две-три минуты я открутил 22 этих ниппеля сейчас мы прям с вами на видео там единственное сорвать его сорвать но легко довольно таки ничего без без трубы даже просто газовым ключом я их открутил сейчас мы попробуем третий раз это воспроизвести уже на видос запоминайте друзья никогда не грейте блин крапива тут крапива тут меня жгет никогда не грейте это первое и второе немножко логики и все у вас будет получаться вот такой вот чик наставили она у меня легонько легким постукиванием короче куда ее забиваем сажаем наш лиц и подзабили и у нас левая резьба друзья то есть по часовой стрелке крутить надо чтобы она открутилась пробую дверь я открутил третий а вот третья не получается друзья вставляете на видео как всегда не получается обратным путем попробуем представляете друзья как только я включил камеру все у меня сразу встало все у меня сразу встало весь процесс а ну и предварительно чуть-чуть я пшикнул это все давайте попробуем другую не будем зацикливаться нам их немного надо так мы не будем зацикливаться на одной не выкручивается и хрен попробуем другую попробуем другую только я включил видео моя система перестала работать что ж это за такое что ж это зацикливается это это и не идет вот друзья пошла отлично главное сорвать а дальше она практически от руки и 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 Говорят, что первые, которые более всего взаимодействовали с кислородом, они хуже откручиваются. Сейчас я попытаюсь найти вот этот квадрат, чтобы мне засунуть подальше. Следующая муфта находится вот здесь. Чтобы мне туда просунуть ключ, нужен вот этот квадрат. Сейчас я найду квадрат, просуну ключ. Попробую открутить муфту вот здесь, которая уже не реагировала с кислородом как таковой. Сейчас будем пробовать. Так, друзья, открутил я четыре штуки. Прервал меня телефонный звонок. Ну давайте еще для наглядного пособия. Вот я ее не трогал. Вот я ее не трогал. Пшикнул просто сверху ВДшкой. Ничего не зачищал, ни краску не снимал, ничего. Вот эти шлицы, они бывают больше, бывают меньше. Я вот в одной гайке дубасил молотком. Дубасил молотком. Вот видите, и просто сбил ее этот шлиц. Ну ничего страшного, годится. Вот четыре штуки. Опять даже я открутил. Блин, когда успеваю. Опять открутил. Мне нужно их шесть. Вот она, юбилейная. Вот она, юбилейная. Сейчас, о, прям вошел четко. Без молотка, без ничего. Уже немножко ключ, видимо, приработались эти шлицы, как им надо. Вот. И сейчас мы прям открутим. Нет у меня оператора, поэтому вот так вот вынес держалку. Сейчас попробуем. Последняя вот прям с таким скрипом откручивалась. Не забываем, левая и правая резьба. Здесь левая. Вот из пяти штук четыре были левые. Одну с той стороны я открутил. Вправо. Соответственно, в эту сторону по часовой стрелке и подкручивается. так всегда. Когда я включил камеру, все, не получается. Так, не хватает веса немножко. Сейчас исправим. Мы ее перевернем. Что такое? В cheese вверх. Место рукава готов. Соткоряем? Ну, кукурузки. Ну, все, угадали. Руки готовы. Не хочет. Что мы делаем? Попробуем постучать по самой батарее. Не пугайте, потому что на ней резьба. Не пугайте, потому что на ней резьба. И может быть стоит, да нет, трубу. Так они откручатся, но это пока наружный. Может быть вот так. Не за что зацепить. Неудачно. 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 Камеру опустил вниз. Ну вот я сейчас, вторая сложнее, но сорвалась, друзья. Сорвалась и вот. Сейчас мы ее открутим. Я открутил. Открутил даже. Ну надо спалить было. Слушай, позвонил сейчас к племяннику. Я говорю, так и так. Надо кое-что приварить. Ради Бога приезжаю. Я говорю, ну все. Здорово. 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 С 31-го уже все меняется погода. Но это что-ли не выносило? Ай блин. Все круто. Неудобно головку, а то доставать. Да. Так. Чем надо? Так. Видишь как разорвалось, а? Да. Ну да. Да бабку перетащила к себе, блядь. А воду не слили ни хрена. Ёбка. Я поняла. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Стукни мне в стену с этой стороны и я выйду поговорю. Мало ли вот кто-то, чего-то. Мало ли мог и меня есть. Хорошо. Продолжение следует... Так, не дает мне дядя Женя... Все ему пообщаться хочется, не дает видосы снять. Ну вот я вторую открутил, друзья, эту секцию без видео. Все-таки хочу на видео. Вот опять она лежит, вся прикипевшая. И сейчас мы попробуем, как люди там стращают, что это очень сложно. Опять же, вот показываю. Обычная головка на 17, по-моему. Специалисты на глаз определяют. Пропилил болгаркой два паза. Единственное, блин, оттуда неудобно доставать ее. Не защелкивается шарик квадрата вот этого воротка. Ну, пассатижами. С пассатижей снял ручку, ручки пластиковые, чтобы туда пролазил. И пассатижиками достаю ее. Пропилил болгаркой два паза. Пропилил болгаркой два паза. Пропилил болгаркой два паза. Блядь. Блядь, ну ни одно, так второе. На камеру не получается снять. Сука. Сука. Так, ну еще советы. короче закинул я пока разборку потому что мне уже хватает хватает этих не пилей за глаза мне нужно 6 штук а тут их сколько 11 короче разбирается разбирается единственный друзья вот что случилось с головкой потому что она пропилена с двух сторон и по поводу распилов по по месту распилов она просто лопнула потому что головка каленая вот единственное неудобство но 11 штук я открутил ребят я просто переусердствовал на глупо пшикать подождать постучать я хотел взять силой но взял не ниппель головку к сожалению но опять же друзья сколько она стоит 300 рублей пусть я три их штуки сломаю тысячи ключ стоит там что-то за две тысячи рублей но опыт приходит и уже следующую возможно я не сломаю это по этому поводу друзья теперь по поводу сборки ну во первых все надо прочистить удалить старый лен удалить старые прокладки прогнать резьбу чтобы у вас от руки все закручивалось все от руки закручивалось до конца выкручивалось легко чтобы все шло легко здесь у меня будет труба кусок трубы и с муфтой дальше с длинной трубой соединяется все идет от руки выходит от руки вот такие места где пробки где пробки где плоскость соприкасается с плоскостью лучше притереть вот я на брусок на брусок обмотал кусочек наждака все это очистил вот она блестящая поверхность блестящая поверхность трубы резьбы я купил вот эта штука как она называется большая плашка так скажем большая плашка тоже резьбу я на ней прогнал прочистил так что для первой батареи у меня все есть начинаем монтаж берем лен сейчас заодно посмотрим как называется это хорень я не запомнил название клипер друзья а клуб 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 трубы большая плашка нарезать резьбу я пробовал уже пробовал просто дальше по этой закрутил и дальше пару витков нарезал вот получается тяжело но получается нужны тиски хорошо зафиксировать трубу так это одно второе вот он герметик вот такой я купил до 140 градусов ну пусть он там чуть-чуть обманывают ладно и лен лен сам технический сейчас будем пробовать монтаж закрутим все будем показывать смотрим друзья ну в домашних условиях вот такой меня лист паранита значит вот такие соединения где пробки где плоскость соприкасается с плоскостью между секциями когда собираете батарею паранитовая прокладка помимо того что лен на резьбу вы наматываете паранитовую прокладочку потому что все равно есть изъяны в плоскостях чтобы убрать эти изъяны в плоскостях паранитовая прокладочка не забывайте ну вот я и вырезал канцелярским ножом канцелярским ножом и вокруг ножницами в домашних условиях можно конечно сейчас там хейтеры начнут можно купить коронки внутренний диаметр высверлить потом внешний диаметр высверлить и она будет гладкая ровненькая заводская можно также купить но опять же купить это деньги купить коронки это деньги вот уже 17000 я потратил вот на это не говоря четыре дня монотонной тяжелой работы еще не конец еще я думаю дня два три предстоит мне так ну берем герметик лен начинаем скручивать так друзья вот герметик здесь дают советы специалисты значит вот я помазал резьбу туда куда буду вкручивать смазала резьбу герметиком сюда значит намотал я этот лен но герметик только сверху то есть резьбу изначально под лен не мажьте вот такие вот дают советы ну и сейчас попробуем закрутите эту пробочку так ну вот друзья что получилось выдавила из из под нее это очень хорошо не старайтесь там тянуть до изнеможения плотненько плюс чуть-чуть как в спорте надо подтянуться столько раз сколько сможешь плюс один так же здесь закрутили туго здесь тянуть там как допустим головку автомобили смысла нет потому что здесь не притертые поверхности соприкасающиеся поэтому стальная плюс чугун чугун может лопнуть вот вот так вот и и выдавила это прекрасно затерли погладили пощупали все прекрасно пробочка заглушечка стоит предполагал я на месте этой батареи сварить регистр который будет отапливаться вот электричество но пока не нашел я дельных сварщиков достойных кто мне в этом поможет которому не надо объяснять шах резьбы там что-то еще сварщик любой должен знать какой шах резьбы какая резьба какой диаметр вот ему сказал труба на 100 вот выход три четверти вернее один с четвертью и все он должен понимать где левая где правая где что все одна заглушка стоит друзья буквально 1 минута здесь значит труба стык сгон кусочек трубы с обратной стороны я заворачиваю два ниппеля все поехали ну и друзья то же самое резьбу резьбу я смазал по кругу так обильно герметиком значит лен на сухую накручиваем по ходу закручивания соответственно чтобы он у вас не сбивался в кучку и сверху герметиком друзья не знаю как поведет себя этот герметик вот но хочу сказать что вот раскручивая старая да там вообще мне кажется никакого герметика ничего не было просто лен вот может быть я ошибаюсь ну что то там такое не краска мне отец на краску ну на краску если посадишь потом уже только взрывать уже ничего не разберешь не соберешь обратно вот и советы я смотрел специалистов кто часто занимается с этими батареями советуют дешевый силиконовый герметик там что-то в районе 250 300 рублей стоит тюбик вот который большой тюбик вставляется в пистолет в такой специальный специальное приспособление выдавливается вот силиконовый герметик как отличить друзья кто не знает силиконовый герметик имеет резкий запах уксуса вот в основном они прозрачные может быть бывают белые вот эти силиконовые герметики которые пахнут уксусом вот его надо использовать термостойкий дешевый ну и как бы дешевые сердится как говорится все закручиваем этот эту штучку друзья ну собрал я одну батарею это первая батарея вот приток приток идет вниз заглушен и два выхода следующую батарею вот эти не пиля не пиля что цера как их не обзови суть одна я их нашел я их выкрутил сломал головку но количество мне пока достаточно для четырех батарей вот и первую я уже притащил вот сейчас вот этот сгон будет скручивать муфта что новая прошлую кто смотрел кто помнит я разломил вот она купил новую муфту ну соответственно лен герметик все начало сейчас положим так друзья стоит батарейка все такой вот ну и собираем идем дальше следующую опять с правой стороны два ниппеля с левой резьбой с левой стороны две трубы ну как вот этот кусок только длинный по метр с чем-то с такой же муфтой и гайкой которая на ниппель накручивается все вроде все получилось ничего не лопнуло ничего не треснуло насколько герметично покажет опрессовка уважаемые зрители вот маме маленький момент но суки когда же это эти ёпаные власти решат вот эту проблему вот тюбик до открыла его ну зачем вы в 3 литровый тюбик наливаете 05 клея возьмите вы тюбик поменьше то есть обман зрения тюбик большой значит там дохера друзья ну вот мне даже значит закрутил я ниппель второй ниппель заглушку ну вот раз два три 4 5 5 соединений я закрутил все там ну может быть еще на два соединения на 7 соединений у меня их тут 37 соединений представляете сколько мне надо его купить не дешевый не дешевый под 200 рублей вот этот тюбик ну на всякий случай я конечно предполагал что такие фокусы будут не купил вот водовая раза больше за 400 ну это равно сильно тому друзья я открыл магазин холодильник воду пил вот у меня стоит банка трехлитровая да с медом в ней половина ну что можно ее покрасить черный свет и про цвет и продать как 3 литра меда этого я не понимаю ну ладно так одна стоит вторая скручивается обед уважаемые друзья уважаемые друзья ну вот такой у меня эффект пока значит поставил одну 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 так вторая это вот стоит третья и четвертая ну я вам скажу 4 мне далась с болью и потом блин не соблюдаются здесь левосторонние и правосторонние резьбы все сделано под правую резьбу то есть вот вертыш я туда закрутил ниппель в батарею он левый то есть по часовой стрелке он откручивается и когда ты на него накручиваешь правую резьбу он выкручивается вот этот нижний меня блин заколебал нафиг я уже и так и сяк и наперекосяк но еле еле закрутил вот это вот по идее вот то что приварено вот здесь вот здесь должна быть левая резьба и просто напросто закрутить ее в батарею без всякого вертыша без муфты без гайки вот а сюда уже муфту и гайку ну вот так вот сделано то есть когда ты здесь будешь крутить правую резьбу закручивать муфту с гайкой у тебя и правый вертыш будет закручиваться и труба будет закручиваться в левую сторону против часовой стрелки левая резьба то есть моментов ошибиться невозможно а здесь и труба выкручивается нижний просто я одолела у меня нижняя самая последняя точка и я уже у меня нету сил дальше делать что-то ну я думаю достаточно на сегодня 4 батареи дальше сверлить две дырки и выхожу туда две дырки сверлить здесь одну дырку сверлить вот здесь внизу это будет обратка друзья ну я тут кочевряжусь с это с уплотнениями там все по феншую хочу сделать смотрите я отодвинул диван и смотрите что я там нашел короче не знаю не хватало тут трубы или что тут случилось смотрите обычные хомуты это такие как сказать ну обычные хомуты короче которыми водопровод стягивают там воздушные всякие хрени и обычная водопроводная труба пластиковая и два куска шланга на поворотах вот так здесь было вот мне еще если повезет вот этот кусок вот этот кусок трубы он вот так буквой Г и там уже резьба нарезана на конце она как раз пойдет вот сюда вот туда в веранду и буква Г повернет к батарее если повезет в чем повезет вот здесь вот слезла как краска с пола возможно текла вода вот где текла вода везде под батареями слезла краска с пола вот и вот здесь она тоже слезла вот я не знаю лопнутая труба или почему там краска слезла если труба не лопнутая мне из-за резьбы из-за резьбы ну с другой стороны у меня есть теперь чудо инструмент это в котором нарезать резьбу я замерю трубу поворот я взял вот он этот чудо инструмент большая плашка ну он такой я скажу стоит немало где вот эта ручка стоит 1200 держатель и сама плашка 800 ну 2000 рублей вот это устройство стоит ну оно дешевенько 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 китайское дай бог чтоб мне на 4 резьбы хватило вот эти повороты я взял поэтому мне варить ничего не придется вот сделаю резьбу сюда на муфту ну то есть вот так и вторая труба пойдет вот так вот что получится у меня и здесь можно соединить еще одну трубу на муфте и как раз у меня она достанет до обратки только они отличаются это какая дюймовая это дюйм а у меня дюйм с четвертью но есть переходники специально один переходник там 50 рублей стоит куплю чтобы дюйм с четвертью перешел в дюйм и все но это уже не знаю завтра возьму выходной очень сильно болит спина очень сильно я заколебался короче в таком ну как сказать темп не быстрый время у нас сколько у нас время друзья я только закончил 21 49 вот я еще не мытый не бритый вот столько запчастей у меня на эту на веранду ну и соответственно ключ сделать можно все таки сделаю я этот ключ где нибудь у сварчика закажу она вот 10 секций чтобы по одной секции не откручивать надо сделать длинный ключ на 5 секций и разъединить ее все вот у меня две батареи по 5 секций и одну из тех из разбитых придется собирать тоже там 5 секционную или какую ну посмотрю надо кстати посчитать сколько там во-первых секции хороших и во-вторых буду подгонять уже по длине труб труба метровая труба метровая то есть допустим если у меня та буква Г старая обратка не подойдет вот отсюда вот в угол до батареи вот начну отсюда короче ставить вот эту букву Г потом батарею сколько там секции у меня будет и по секциям подгоню до угла до угла тут будет стоять у меня две батареи соответственно раз два три пролета три пролета там поворот и здесь уже не важно какая батарея будет там две секции ну я имею ввиду там пять секций шесть секций семь секций в зависимости от трубы резьбы вот и вот эти вот две два стыка оттуда из дома и вот эту батарею мне придется сваривать может быть и не сваривать если мне хватит нарезать то есть мне вот раз два три четыре четыре все 4 резьбы мне предстоит нарезать труба у меня есть кусок трубы вот ну если не хватит трубу легче купить чем трубу с резьбой вот эти вот метровые трубы друзья стоят 740 рублей одна 740 рублей метр трубы с двумя правыми резьбами хотя бы сделали с одной стороны левую резьбу с другой правую все правые резьбы ничего в магазине нету ни муфть с левой резьбой ни каких-то переходников левая резьба отсутствует как таковая вот но не допуск как бы есть такие моменты которые не допускают подобного должна быть и левая и правая резьба здесь вот хорошо закрутилась первое хорошо отлично села вторая более-менее ну вот это вот последнее это кошмар я намучился и ломом один ломом поднимал и ой блин короче пиши пропало ну и соответственно беспорядок здесь беспорядок уже я не буду вообще ничего себе делать все достаточно болит спина надо рвался таскать их туда-сюда батареи сколько их поперенянчил капец друзья тяжелая хрень тяжелая работа отопления дома тем более когда один поэтому всегда берите с собой подсобника здорового мужика чтобы он вертел переворачивал носил эти батареи все один вынес на улицу разобрал собрал занес домой скрутил 4 батареи вот это то что в принципе можно все друзья в принципе можно закольцевать сюда вверх вкрутить кран вот обратка стоит и там вот угол заменить этот шланг все-таки на нормальную трубу все закольцевать и можно дом затапливать но все-таки хочется мне уже купил и батареи есть уже я хочу вывести туда на веранду на веранду ну а потом зимой потихоньку можно здесь и утеплить уже будет тепло относительно утеплить стены поставить вторые рамы но это уже вопрос семнадцатый все друзья жду ваших лайков комментариев подсказывайте что не так делал где-то соответственно непрофессионал да и вообще ни разу в жизни этим не занимался очень переживаю потекут вот эти стыки здесь вот более-менее где резьба на трубе и закручена в батарее вот эти места как-то понадежнее по ответственнее но вот эти места друзья меня не прям не впечатлили своим этим техническим характеристикам своими техническими характеристиками они меня не впечатлили потому что ввертыш левой соответственно ты закручиваешь правую резьбу а тот ввертыш вывертывается выворачивается оттуда из батареи понимаете вот это там надо его как-то или расклепывать ну дурдом короче не делается так все делается как бы мне отец говорил об этом вот я говорю ну здесь старые люди ставили все грамотно а начал вот вкуривать во весь этот процесс ну перерезать резьбу не перережешь она уже будет черт что черти на что похоже вот уже она будет слабая не будет держать а новые трубы соответственно друзья это еще вложение вложение нету поэтому риск рискую все уважаемые зрители подписывайтесь на канал задавайте вопросы советуйте все читаю все комментарии спасибо огромное всем и до новых встреч а встреча не за горами буквально завтра до новых встреч до новых встреч все и